Украинская правда, Украина, как Порошенко и Тимошенко меняются предвыборными лозунгами Анатолий Марциновский Украинская правда, Украина 30 января 2019 года С подачи команды Петра Порошенко нынешний предвыборный дискурс в значительной степени упирается в привычную для Украины дилемму, Европа или Россия Независимо от правдивости этого тезиса, он ведет к вопросам внешней политики, безопасности и обороны То есть тем, которые относятся к прямым президентским полномочиям, поэтому соответствующие дискуссии и обсуждения позиций кандидатов очень уместны Среди прочего, полезно вспомнить предвыборную кампанию 2014 года Прежде всего, позиции двух тяжеловесов, Порошенко и Тимошенко, которые сегодня среди основных претендентов на победу Будапешт плюс тогда и сейчас напомним, что в мае 2014-го стремительно разворачивалась оккупация Донбасса Число погибших приближалось к сотне, захвачены первые города Очевидной стала недееспособность Будапештского меморандума как механизма гарантии безопасности и территориальной целостности Украины Естественно, встал вопрос, что может быть вместо него У Петра Порошенко была соответствующая предвыборная фишка Он обещал новый механизм вместо меморандума, а также раскрывал некоторые его детали Разработаны и предложены на обсуждение странам-гарантам новое соглашение в сфере безопасности Которое решает вопрос закрытия зон воздушного и морского пространства и эффективно обеспечит безопасность нашего государства БЕС Пока что, членство в НАТО Рассказывал Порошенко во время теледебатов на Первом национальном Последний раз идея нового механизма безопасности прозвучала в его инаугурационной речи, после чего как-то исчезла Теперь она, хоть и в новой обертке, уже на вооружении у Тимошенко Нужен углубленный формат Будапешт плюс Туда должны войти все страны-гаранты территориальной целостности и суверенитета Украины Прежде всего, США и Великобритания, и, безусловно, Украина и Россия, заявляет она Пока что Тимошенко или ее сторонники не объяснили, как это будет работать и давать результат По некоторой информации, не могут добиться конкретики даже иностранные дипломаты Членство в НАТО Референдум ВС не ко времени интересно, что в 2014-м основной фишкой Тимошенко в сфере безопасности было вступление в НАТО Тогда как Порошенко от вопроса членства в Альянсе тогда заметно дистанцировался Пришло время определиться с нашим цивилизационным выбором Я имею в виду полноценное членство в ЕС и в коллективных системах безопасности и обороны Заявляла Тимошенко во время дебатов на Первом национальном При этом на протяжении эфира было заметно, что она редко употребляет аббревиатуру НАТО Пытаясь заменить ее менее понятным для избирателя словосочетанием Во время той кампании Тимошенко предлагала провести референдум по вопросу членства в НАТО одновременно со вторым туром выборов Рассчитывая, что это добавит ей голосов и выведет в финал гонки Позиция же будущего президента в вопросе движения в НАТО весной 2014 года была очень осторожной По состоянию на сейчас условий для вступления в НАТО нет Правила и внутренняя процедура запрещают принимать страны, которые являются объектом споров или агрессии Следовательно, никто Украину в этом статусе в НАТО не примет, убеждал Порошенко Действительно, у нас сегодня возросла доля поддерживающих членства Украины в НАТО До 39% по данным последних социологических исследований Это существенный рост, но этого недостаточно для того, чтобы страна вступала в альянс, аргументировал он Поэтому на сегодняшний день вопросы безопасности должны не раскалывать страну, не рвать ее на части и не добавлять еще один фактор нестабильности Нет упоминания НАТО и в тогдашней предвыборной программе Порошенко жить по-новому Только в июне 2017 Украина официально возобновила законодательные положения о вступлении в НАТО как цели государства В том году вопрос интеграции в альянс постепенно превратился также в политический инструмент Порошенко взял на вооружение сомнительный лозунг Тимошенко о референдуме о членстве в альянсе Похоже, было намерение совместить его с президентскими выборами 2019 для увеличения результата В конце концов, банковая отказалась от этой идеи Аргументом об евроатлантичности Порошенко стало внесение изменений в Конституцию в том, что касается членства в НАТО и ЕС Предстоящее вступление в альянс является важным пунктом нынешней риторики президента Среди прочего, он называет НАТО единственным механизмом безопасности государства Газовые метаморфозы сегодня одним из главных доказательств пророссийскости Тимошенко со стороны команды Порошенко является заключение при ее участии кабальных газовых контрактов в 2009 году Критика тех договоренностей имеет под собой основания, но ничего подобного не было во время президентской кампании 2014-го Хотя газовый вопрос тогда звучал, и это естественно, ведь помимо чисто экономического, он имеет сильную безопасностную составляющую, особенно в условиях войны с Россией Не менее интересна и тогдашняя позиция Тимошенко Особенно учитывая, что как раз с 1 мая 2014 года газ для населения подорожал Трудно поверить, но никакого уменьшения цены вдвое во время той кампании кандидатка не обещала Более того, во время теледебатов на Первом национальном Тимошенко откровенно ушла от ответа на прямой вопрос о подорожании И только через некоторое время, уже отвечая на другой вопрос, вернулась к нему по собственной инициативе Для украинцев у нас есть украинский газ, озвучила она то, что часто повторяет и сегодня Что касается цены на российский, это цена нашей свободы Или принимаем рыночную цену, и тогда мы свободны Или принимаем заниженную политическую цену, и тогда мы рабы Ни одна страна Европы не выбрала политическую цену на российский газ И поэтому они свободны, и мы будем свободны А Путине как политическом трупе на нынешних выборах действующему главе государства Активно создают имидж личного врага Путина, самого антироссийского кандидата в президенты Кто угодно, лишь бы не Порошенко Такую якобы позицию Кремля активно раскручивают СМИ и соцсетях его технологи Однако настолько радикализировался Порошенко уже где-то со второй части своего срока Во время предвыборной кампании 2014 года он был очень осторожным в заявлениях по России Путину лично, публично проявлял готовность садиться за стол переговоров Возможно, хорошо осознавая, что именно ему придется напрямую контактировать с россиянами после выборов Собственно, о возможности встречи с Путиным Порошенко объявил уже вечером после голосования 25 мая Вопрос не в том, чтобы просто декларировать Тот преступник, а тот агрессор, убеждал Порошенко, говоря о перспективах международных исков против Кремля Вопрос, в эффективных действиях, которые возложат на Россию многомиллиардную ответственность и заставят ее выполнить решение суда Привлекут к ответственности тех, кто принимал преступные решения Тимошенко же тогда публично критиковала Путина и Москву примерно так же жестко, как теперь это делает Порошенко Агрессию, необъявленную войну начал Путин, заявляла она на теледебатах У меня были очень хорошие, с уважением и взаимопониманием, отношения с бывшим премьер-министром России в то время, когда я была премьером Украины Но совершенные Путиным в Крыму, на восточных границах, те сотни смертей говорят о том, что Путин обязан ответить согласно международному праву за каждую отнятую жизнь И отвечать он будет Финансовые экономические санкции, которые сегодня мир ввел против руководства России Или заставит Путина отступить и сохранить Россию и лицо Или, если он будет продолжать эту агрессию, превратиться в политический труп, не выбирала слов Тимошенко Россия под его руководством потеряет стабильность, а возможно, и целостность И тогда к Украине вернется Крым и закончится война Теперь же российская риторика Тимошенко выглядит значительно мягче, чем у Порошенко За это ей постоянно достается от президентского лагеря Что же не изменилось? Действительно, в предвыборной риторике 2014 года был, по крайней мере, один общий внешнеполитический тезис для них обоих Это поддержка интеграции Украины в Европейский Союз Общим это остается до сих пор Правда, сейчас вопрос европейской интеграции в большей степени касается полномочий правительства и парламента Ведь за прошедшие годы он перешел из сферы внешней политики во внутреннюю После вступления в силу соглашения об ассоциации евроинтеграция заключается в масштабном реформировании страны К счастью, необходимость движения Украины к ЕС не ставит под сомнение все кандидаты-лидеры Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ